ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ – одно из самых удивительных явлений на нашей планете. Но осознаем ли мы, сколько тайн оно скрывает и почему вообще стало возможным? Что мы знаем о жизни? Как она появилась на Земле? Каково ее истинное многообразие? Этими вопросами люди задавались на протяжении всего своего существования. Но до сих пор тайна происхождения жизни остается самой большой головоломкой в истории человечества. Что такое жизнь? На первый взгляд кажется, что этот вопрос даже слишком прост. И все же у современной науки нет точного определения этого слова. Формулировок так много, что возникла настоящая путаница. Одни ученые дают слишком широкое определение, согласно которому живыми можно признать даже кристаллы. Другие же трактуют этот термин очень узко. Из-за чего мулы, как млекопитающие, не способные давать потомство, не считаются живыми. Я так думаю, что это связано с тем, что жизнь имеет очень много своих проявлений. Она очень крайне разнообразна. И у ученых на сегодняшний день, помимо этого, нет ответов, откуда она произошла. Нет единого мнения, нет единой концепции возникновения жизни на Земле, возникновения жизни в нашей Вселенной, возникновения нашего мира. Существует ряд теорий, которые в той или иной степени описывают лишь малую часть составляющего. И поэтому, я думаю, поскольку нет единой концепции возникновения этой жизни, то не существует и единого определения, вносящего ясность во все сферы, которые жизнь затрагивает. Так кто или что стоит за происхождением жизни на Земле? В попытках ответить на этот вопрос люди перебрали уже все возможные и невозможные варианты. Водвигались даже версии, что жизнь на Землю могли занести пришельцы из космоса. К такому выводу пришли исследователи текстов древних шумеров. Якобы в своих посланиях они упоминают о контактах с представителями планеты Нибиру. Внеземной цивилизации, которая взяла на себя ответственность за сотворение мира на нашей планете. Из-за отсутствия достоверных доказательств тайна жизни стала благодатной почвой для всевозможных спекуляций. Возникло множество теорий происхождения жизни, от религиозных до сверхъестественных. Ну, теорий-то много. Наверное, самозарождение – это одна из самых древних теорий. Даже была такая формулировка, что мыши появляются из грязного белья, что-то типа такого. А крокодилы появляются из личинок, которые живут в реке Нил. Устав от невероятных догадок, люди даже выдвинули теорию стационарного состояния. Согласно ей, все было предельно просто. Земля существовала вечно, ровно как и жизнь на ней. Неудивительно, что с развитием такой науки, как астрономия, эта теория была на голову разбита. Ученые довольно быстро доказали, что наша планета имеет возраст и вполне точный – 4,5 миллиарда лет. На сегодняшний день, хоть и с большими оговорками, ученые принимают всего две теории. Первая гласит – жизнь зародилась на Земле, в водоеме при стечении особых обстоятельств. Автором этой идеи стал знаменитый советский биолог Александр Апарин. Это теория, которую получила название «Коцерватная теория происхождения жизни». Когда развитие происходило в водной среде, когда в силу извержения вулканов, гроз, электрических разрядов, из неорганического мира постепенно возникали органические вещества, в силу трудно представляемых условий возникли сложные молекулы, из которых уже могли сформироваться клетки, клетки, которые смогли дальше размножаться и воспроизводить себе подобные структуры. В замкнутом и сравнительно небольшом водоеме органические вещества действительно могли накапливаться до необходимой массы долгое время. Распространившись дальше, они могли образовываться, к примеру, на внутренних поверхностях слоистых минералов, которые могли выступить катализаторами различных химических реакций. Возможно, так и образовались первые на Земле клетки пионера. И лишь одно важное условие не учтено в теории опарина. Это время, за которое произошло столь дивное рождение жизни. Время, которое прошло с момента формирования планеты как таковой, и вот в момент достоверного обнаружения биологических остатков, очень короткое. А сложность клеток пионеров для того, чтобы они имели все необходимые условия для жизни, достаточно высока. Поэтому основные возражения против теории зарождения на Земле, прямо на Земле, то, что просто элементарно не хватает времени. Вторая, не менее любопытная теория — это теория панспермии. Суть ее в том, что жизнь на нашу планету была занесена из космоса, но вовсе не пришельцами на летающих тарелках. Как и на ранних стадиях формирования, так и после, наша планета часто становилась объектом для бомбардировок космическими телами, кометами, метеоритами и астероидами. Об этом свидетельствует большое количество обнаруженных кратеров на Земле. Возможно, на одном из таких космических тел, упавших на нашу планету, могли быть образцы органических соединений. Ну а дальше дело техники. Попав в питательную среду, они начали быстро размножаться и в конце концов заселили всю планету. В такой сценарий поверить сложно. И тем не менее, обмен веществами между объектами Солнечной системы доказанный научный факт. Тогда можно предположить, что жизнь на Землю попала с Луны. Но есть и более интересная теория. На Землю было занесено вещество с Марса. Все-таки ученые доказали, что несколько миллиардов лет назад Красная планета была вполне пригодна для обитания. На ней была атмосфера, по поверхности текли реки, а это значит, что на Марсе могла теплиться жизнь. Некоторые метеориты, и в этом есть полная уверенность, прилетели к нам с Марса. Это, конечно, гораздо более сложный полет и редкий случай, но уже около двух дюжин метеоритов с Марса, или, так сказать, подозревавшихся с Марса, они обнаружены в земных коллекциях метеоритов. Один из них, самый интересный, Когда его исследовали под электронным микроскопом, оказалось, что там есть странные образования, напоминающие окаменелые бактерии. Возможно, даже вирусы по своему размеру. Это крайне маленькие частицы. Но по многим параметрам это древние вирусы или бактерии, окаменевшие в этом веществе на Марсе и потом прибывшие на Землю. И все же вообразить, что микроорганизмы в целости и сохранности могли перемещаться по просторам Вселенной непросто. Космос — невероятно агрессивная среда. Одна только чудовищная радиация способна уничтожить любые формы жизни, не говоря уже о микроскопических организмах. Поскольку ДНК все-таки не слишком стабильна, молекула, и даже не столько она не стабильна, сколько может быть подвержена изменениям, они, так сказать, блокируют информацию. И перенос через космическое пространство каких-то живых организмов вот кажется сомнительным именно потому, что он должен быть длительный, он должен быть в каких-то жестких условиях физического воздействия на ДНК. И вот это как бы основное возражение. Впрочем, слишком агрессивные условия для переноса жизни, царящие в космосе, далеко не единственное слабое место теории панспермии. Многие ученые считают, что она вообще ничего не объясняет, а только еще больше запутывает нас. Доказательств все равно нет на самом деле. А в плане происхождения жизни в целом это ничего не объясняет, потому что все равно какая разница, что прилетела к нам из космоса, а откуда она взялась в космосе. Так что это не ответ ни в коем разе. И все же отметать теорию панспермии окончательно ученые не торопятся. Их останавливают любопытные нюансы. Так Владимир Вернадский, величайший российский ученый 20 века, был уверен, что жизнь имеет вселенское происхождение. К такому выводу он пришел, рассчитав скорость распространения микроорганизмов. Результат шокировал Вернадского, ведь скорость получилась поистине неземная. Оказалось, всего за полтора дня микроорганизмы могут заселить всю планету, покрыв при этом земной шар ровным слоем. Так как же выглядели первые живые на Земле? На кого они были похожи? Удивительно. Но не зная, как зародилась жизнь, люди довольно хорошо представляют, когда это произошло и какими были первые жители нашей планеты. Если мы возьмем вот эту линейку и представим, что вот это время существования планеты Земля 4,5 миллиарда лет, то окажется, что первые признаки жизни, о которых можно говорить достаточно уверенно, это 3,4 миллиарда лет тому назад, это где-то здесь. Многоклеточные организмы появились всего лишь 500 миллионов лет тому назад. Это где-то здесь. Динозавры – это, знаете, последние сантиметры на этой линейке, а время существования человечества, ну, наверное, где-то последние миллиметры. 90% времени существования Земли на планете доминировали вот эти одноклеточные организмы – прокариоты. Их популяция была в основном представлена различными бактериями. Но самыми первыми поселенцами были анаэробы – обширная группа прокариот, которым для выживания кислород был не нужен. Как внешне, так и внутренне, строение первых жителей нашей планеты было очень примитивным. Это некий такой мешочек, в котором находится, значит, все, что нужно для воспроизведения, для жизни, для усвоения питания, для защиты вот внешних факторов и так далее, и так далее. Но в каких-то вот редких случаях, там, может быть, даже вообще в единичном, возникли условия, когда вот эти вот сильно различающиеся организмы смогли объединиться. И вот это объединение получило некое преимущество. Произошла первая эволюционная перестройка в жизни примитивных микроорганизмов. Они научились расщеплять молекулы воды и вырабатывать кислород. Так на Земле появилась биосфера. Почему это произошло именно в этот момент, это, конечно, сказать очень сложно. Но если мы начинаем исследовать древние породы, вот, одно из таких пород, это из Карелии, возрастом 2 миллиарда лет тому назад. То есть в то время земля была покрыта слоем микроорганизмов, тоненькая пленочка. И затем вот эта пленка насаивалась друг на друга, и в конце концов она сплющилась. И вот когда мы находим такого рода образцы, мы уже ищем внутри них микроорганизмы и какие-то признаки тех реакций, которые они осуществляли. Срез этого древнего камня – неопровержимое доказательство, что та жизнь, которую мы привыкли называть примитивной, была наполнена глубочайшим смыслом. Прокариоты оказались уникальным продуктом эволюции. Они населяют Землю более 3 миллиардов лет и успешно эволюционируют до сих пор. На такое способны только самые стойкие формы жизни. Вот есть такое понятие архитектоника, архитектура клетки. Они зачастую очень, ну, то, что называют дубовые, они совершенно не такие хрупкие, как вот может казаться. То есть вот вся поверхность окружена какими-то такими структурами, которые достаточно, с одной стороны, эластичны, с другой стороны, жестко держат форму клетки внутри. И клетки, соответственно, могут немножко менять форму. Они эластичны. Их вот трудно разрушить, ну, как вот, я не знаю, порвать руками надутый воздушный шарик. Да, можно, но не так легко. Древние анаэробные микроорганизмы, населявшие планету еще задолго до создания биосферы, живут на Земле и по сей день. Они пережили динозавров и ледниковый период, и сегодня находятся гораздо ближе к нам, чем мы думаем. На поверхности, на коже человека живет до 1% или даже меньше аэробов, а все остальные микроорганизмы, которые фиксируются на поверхности кожи, это анаэробы. То есть у нас аэробы на поверхности в меньшинстве, чем микроорганизмы, которые выживают без присутствия кислорода. Удивительно, но сегодня самые древние и самые современные организмы живут в непосредственном контакте, зависят друг от друга. И это несмотря на то, что даты нашего рождения разделяет по меньшей мере 1 миллиард лет. Еще более удивительно осознавать, что такая форма жизни, как человек, появилась на Земле благодаря тому, что прокариоты научились хорошо защищаться от неблагоприятных условий и воздействий окружающей среды. Для того, чтобы защитить свой генетический материал от внешних воздействий, клетки далее организовали оболочку вокруг собственных ДНК. И таким образом получились эукариоты. Эукариоты – это предшественники нас с вами. Это от амебоинфузорий, которые мы проходили в школе, до современных организмов, в том числе и человека. Ученые до сих пор точно не знают, что именно послужило толчком к такой эволюции. Возможно, это было очередное резкое ухудшение климата на планете. А может, этот процесс был вполне естественным. Тем не менее, различные виды прокариот объединились в одну клетку. Результат этого слияния до сих пор вызывает восхищение у ученых. Нельзя сказать, простое строение клетки или сложное. Оно в любом случае удивительно. Строение клетки удивительно своей рациональностью и своей эффективностью в первую очередь. Потому что все органеллы, все процессы, которые происходят внутри клетки, они взаимосвязаны. И именно наличие таких взаимосвязей обеспечивает уникальность и бесконечную возможность вариантов развития в любой клетке. Даже иногда трудно себе представить, насколько тонко устроена работа элементов живых систем, какого-нибудь отдельного фермента даже. А таких ферментов в клетке сотни. И каждый из них подогнан к своей функции. Они все вместе, как-то скоординировано их присутствие, их регуляция. Они реагируют на внешние какие-то вещи. То есть не вполне понятно, как это могло сформироваться из чего-то не слишком совершенного. Клетки-эукариоты превосходят в объеме своих предшественников в десятки тысяч раз. Их устройство как функционально, так и визуально значительно усложнилось. Получив ядро и массу других ресурсов, новая клетка превратилась в настоящую биологическую фабрику, выполняющую огромное количество функций. Именно благодаря ей на Земле процветают сотни тысяч видов живых существ. Человек разумный – самая сложная форма жизни на Земле. Эволюция потратила гигантские ресурсы на создание человеческого организма, подарив нам как виду одновременно продуманное и невероятно сложное строение на клеточном уровне. В взрослом организме человека содержится более 120 триллионов клеток. Из них можно выделить более 220, порядка 230 различных типов клеток, которые отличаются по своей функции и по своему строению. Эти клетки объединяются в ткани и уже несут специализированные функции, которые необходимы для взрослого организма. Более ста тысяч лет человек гордо восседает на эволюционном троне. За это время он научился менять целые экосистемы, истреблять и сохранять другие виды живых существ. Человек – единственное существо, обладающее уникальным даром речи. Он способен испытывать большую палитру эмоций и ярко об этом свидетельствовать. У человека самые крепкие и надежные жилища, самое огромное и разнообразное меню, а также невероятная масса способов утолять свои базовые потребности. В этой изобретательности с людьми не сравнится ни одно другое млекопитающее. Но самое главное – мы прекрасно осознаем свое господство, равно как и то, что это стало возможным благодаря всего одному органу – мозгу. Благодаря этому мы можем заселять новые территории, приспосабливаться очень быстро к условиям, к которым другие животные приспосабливаются в течение поколений, а человек все-таки это может делать индивидуально в течение жизни. Одеть шубу, снять шубу, сделать топор, сделать копье, еще что-нибудь такое. И это дает человеку такую экстраэволюцию, возможность экстраэволюции. То есть человек эволюционирует не путем отбора генетического материала в течение поколений, а путем приспособления среды под себя. Но так ли уникален человек, как ему самому кажется? Может быть, мы переоцениваем свою значимость, называя себя венцом эволюции? Мы, конечно, можем гордиться своими машинами, храмами и произведениями искусства, но на самом деле здесь нет оснований считать нас венцом. Потому что венцом мы могли быть в рамках определенного рода иерархии, которая не случайна, которая телеологична и целесообразна. А так мы всего лишь один из организмов наряду с другими организмами. Кто там венец, еще бабушка надвое сказала, смотря как посмотреть. Мы обгоняем всех других существ с сложностью мозга. И все. Все остальное у нас достаточно просто и местами даже очень примитивно. Ну, допустим, пятипалая конечность, рука и нога тоже пятипалая, это очень примитивный вариант. Вот как на сушу вылезли какие-то кракозябры еще в денском периоде, вылезали разные, там были и десятипалые, и восьмипалые. Но та линия, которая дала всех наземных существ современных, позвоночных, она была пятипалой. И вот эта пятипалость, как была в Девоне, так и сейчас, и она у нас примитивная до крайности. В сравнении с другими биологическими видами, у человека довольно плохие зубы, откровенно среднее зрение и неважный слух. Но еще хуже у людей обстоит дело с обонянием. Оно было хорошим когда-то у предков. И, в принципе, на уровне генетики у нас 3% генома занимается обонянием. То есть из 30 тысяч генов почти тысяча занимается обонянием. Но при этом обоняние у нас плохое. То есть у нас в генетике это осталось, и рецепторов у нас обонятельных полным-полно. Но мы этим не пользуемся за ненадобностью. И, в общем, даже если пытаемся пользоваться, все равно ничего не получается. Ну и в чем же тут продвинутость и крутость? То есть любая собака нас обнюхает на порядок лучше. У нас не очень хорошая локомоция. То есть мы ходим на двух ногах. Из-за этого проблемы с позвоночником. Тут мы просто недеволюционировали. Просто не так давно мы ходим на двух ногах. Те же птицы делают это намного лучше. Не заметить таких недостатков человек, как разумное существо, конечно же, не мог. Но окончательно осознать все свои изъяны, как биологического вида, люди смогли только в 20 веке. Благодаря видным мыслителям того времени, Максу Шеллеру и Хельмату Плеснеру, возникло такое течение философии, как философская антропология. Последователи этого учения не церемонились, определяя истинную значимость человека. Тот же Шеллер был уверен, что люди скорее недоразвитые существа, чем уникальный вид млекопитающих. Человек – это единственное существо, которое рождается довольно беспомощным. То есть природа не снабдила его однозначными инстинктами в отношении того, как ему нужно поступать. Это видно даже просто по самому факту рождения. Человек ведь, когда рождается, он крайне беззащитный. И для того, чтобы он смог хотя бы элементарно начать функционировать, он должен провести в человеческом обществе очень длительное время. То есть мы фактически рождаемся, еще как бы находясь в утробе. И наша утроба – это не материнская утроба, а это социальная утроба. Неудивительно, что последние сто лет люди маниакально стремятся к качественному улучшению своей жизни. Бурное развитие медицины и других наук. Создание огромного количества лекарств, способных избавлять от смертельных болезней. Все эти достижения значительно продлили жизнь человека. Вместо отведенных ему природой 30-35 лет, люди научились доживать до 80 и больше. При этом мы продолжаем жаловаться на хрупкость своего организма, не осознавая, что, в общем-то, совершили очередную экстраэволюцию. Человек рассчитан на определенный срок. И просто то, что человек научился жить дольше, ну, это его личные проблемы на самом деле. И какая-нибудь собака, она тоже до предовремени прочная, но если собака, не знаю, доживает до 20 лет, она тоже вся больная, несчастная, у нее паралич, еще там что-нибудь будет. И человек, он непрочный по факту, потому что раз уж человек заселил все, что можно, и вытеснил кучу живых существ других, то почему же он непрочный? И если он, допустим, не быстро бегает, ну и что, и какой-нибудь трубкозуб тоже не быстро бегает. А то, что у человека там мягкая кожа, ну, а у тли какая кожа, тлю ее невозможно в пальцы взять, она лопается моментально. Такой подарок, как увеличение продолжительности жизни, достался человеку не только благодаря его интеллекту. Многие ученые уверены, эта победа произошла вообще не на макро, а на микро уровне. Наши клетки научились гораздо лучше отражать атаки опасных врагов. Вирусы. Эти смертельно опасные микроорганизмы существуют на Земле еще со времен образования первых прокариот. Но как эти суперпаразиты смогли пережить все этапы эволюции? Благодаря каким ресурсам им это удалось? На эти вопросы у нас пока нет ответа. Ясно одно. За миллиарды лет своего существования вирусы стали самыми совершенными убийцами на Земле. Сегодня они существуют повсеместно. Вирусы есть абсолютно у всех животных, растений и рыб. И все же посчитать все типы и виды этих организмов мы до сих пор не в состоянии. По средним подсчетам на каждую клетку приходится от 10 до 100 вирусных частиц в общем количестве. Но этот вопрос еще сложнее, поскольку очень многие вирусы, например, могут сидеть в качестве провируса в геноме клетки. И из каждой клетки может получаться, скажем, там 200, 300, 400, 500 вирусных частиц. Точный подсчет, ну, его можно сделать только на уровне, там, ну, пяти порядков. Кому нужна такая цифра? Подсчет усложняется еще и тем, что есть такие вирусы, которые поражают бактерии, включая тех, что живут в вечной мерзлоте. Клетки и вирусы. Эти формы жизни ведут самые продолжительные сражения за выживание в истории нашей планеты. Всю свою историю они живут буквально вот нос в нос. Это очень, как сказать, спорт высоких достижений. Они обгоняют друг друга. Вирусы говорят, мы придумаем новый механизм инфекции клеток. Клетки говорят, ну, хорошо, а вот мы немножечко это обойдем и так далее. И очень многие новые свойства биологических систем приобретаются именно в качестве побочного бонуса от вот этого вот спорта высоких достижений, от бега на перегонку, соответственно, друг с другом. Впрочем, живым организмом вирус признали далеко не сразу. Долгое время ученые спорили, насколько это вообще справедливо, ведь с одной стороны, вирусы состоят из тех же компонентов, что и клетки – ДНК, РНК, белок, нуклеиновые кислоты. С другой стороны, вирус не является клеточной структурой и к обмену веществ не способен. Находясь вне клетки, он выглядит, как обычная органическая молекула. И только попадая в нее, вирус проявляет невероятную жизненную активность. Фактически происходит захват, захват полностью клетки, всех ее механизмов и всего того хорошего, что клетка до этого в себе запасла. Ну а дальше происходит полное, соответственно, выключение всего обмена самой клетки. И все ресурсы клетки начинают тратиться уже на синтез новых и новых вирусных частиц. В результате этого всего цикла инфекции от клетки остается фактически одна шкурка и вместо клетки получается несколько сотен, например, вирусных частиц, которые дальше вылетают и могут идти инфицировать дальше другие клетки. Остановить этот процесс невозможно. Да и как клетка может защищаться, если до момента захвата вирус не распознается как безжалостный убийца? Этот трюк вирус проделывает с клеткой миллиарды лет. За столь колоссальный срок в этой стратегии нападения не произошло еще ни одного сбоя, ни одной осечки. Человек при всех своих интеллектуальных способностях и научных достижениях тоже пока мало что может противопоставить вирусам. Воздействовать на них даже в состоянии покоя невозможно. Органическая молекула не реагирует на лекарства. Тогда, когда она внутри клетки, мы тоже не можем особенно бороться с вирусом, потому что мы погубим клетку. А если это клетка лимфоцит, а если это клетка, главная клетка иммунной системы, а если это клетка, главная клетка, скажем, хелпер, который поражается, один из видов лимфоцитов, который поражается ВИЧом, то вот наша борьба будет на самом деле с главными защитниками. Вот в чем еще и проблема, которая стоит в лечении вирусных инфекций вообще. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год человечество стоит на пороге страшной эпидемии гриппа. Острого инфекционного заболевания дыхательных путей, вызванного вирусом. Этим крайне агрессивным паразитом, способным распространяться и мутировать с невероятной скоростью. Вспышек и даже пандемии этой болезни история уже знает немало. Так в 1918 году испанский грипп унес по самым скромным подсчетам жизни 40 миллионов людей. Нам и сегодня есть чего бояться. Человеческая смертность от свиного и птичьего гриппа увеличивается каждый год. Новые штаммы вирусов, они обладают смещенной тропностью. То есть эти вирусы стали способны поражать те клетки, тех тканей, которые они раньше не поражали. Почему так происходит, сказать никто на самом деле не может. Мы это видим как феномен. А вот как с этим бороться, вот этот вот вопрос. Увы, но пока избежать новой эпидемии или того хуже пандемии гриппа, человечество может только создав условия карантина в местах вспышки заболевания. Впрочем, медики признают, что одна вирусная инфекция уже давно достигла масштабов пандемии. Просто из-за долгого инкубационного периода и продолжительности самой болезни вирус иммунодефицита человека кажется не таким агрессивным, как вирус гриппа. Вирус иммунодефицита человека, наверное, все-таки сейчас я бы поставил на первое место его. В смысле, вот как врага номер один бы выделил. Хотя со мной можно легко не согласиться, потому что смертность здесь небыстрая. Лекарства уже немножко помогают, но просто много больных, много людей диагностируют с этим вирусом. И, в общем-то, эти люди мало-то уж и становятся изгоями, но, в общем, это портит им жизнь во всех смыслах. Лекарство против ВИЧ постоянно улучшается и дорабатывается. Надежды на то, что мы сможем лечить это страшное заболевание, уже далеко не призрачные. Существенно больше. И больше шансов, чем спастись от, скажем, других вирусных заболеваний, например, гепатитов. Потому что гепатит, вирус гепатита гораздо хуже, на самом-то деле, вируса иммунодефицита человека. Об этом мало говорят, но это на самом деле гораздо хуже, потому что он еще и очень сильно онкогенный. То есть многие случаи вирусных гепатитов заканчиваются там в течение 15-20 лет инвариантно раком печени. Вирусной природы. Вот с ним бороться будет не так просто, как с ВИЧ. Так каково же многообразие форм жизни на Земле? Сколько на самом деле растений, млекопитающих, птиц, рептилий, рыб? Ответить на эти вопросы человечество пока не в силах. Только за последние 10 лет биологи обнаружили десятки новых видов растений, насекомых и млекопитающих. При этом многие из них имели довольно крупные размеры. А сколько на Земле микроорганизмов? Несмотря на то, что они являются самыми древними обитателями нашей планеты, обнаружение и классификация этих форм жизни, пожалуй, самая сложная задача, которая стоит перед современной наукой. Известные сейчас лабораторные методы, они позволяют выделить только там 1 или 2%, а может быть даже и меньше тех микроорганизмов, которые населяют нашу планету. Поскольку методы пока не позволяют со всеми микроорганизмами справиться в лаборатории, то, естественно, информации у нас пока мало. Пока нам удалось лишь отчасти систематизировать микроорганизмы по средам обитания. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Оказалось, что жизнь способна бурно развиваться в таких местах нашей планеты, где человеку с его интеллектом ни за что не выжить. Прокипятил там чайничек, ну и ничего нет всего. Оказывается, масса микробов, которые, собственно говоря, вот кипятишь чайник, они живут, выключил воду, они умирают. То есть они не умирают, но, по крайней мере, их метаболизм, так сказать, становится более медленным, а они как бы замирают. Исследования показали, что даже при 122 градусах Цельсия определенные микроорганизмы способны существовать и размножаться. То есть это, можем сказать, верхняя граница существования жизни по температуре, как мы знаем. Представление об условиях обитания микроорганизмов было сильно пересмотрено в 1977-м. Тогда ученые впервые обнаружили на дне океана удивительные гидротермальные источники, которые назвали черными курильщиками. Температура воды у самого жерла такого вулкана может достигать 400 градусов по Цельсию. И лишь невероятное давление в 300 атмосфер не дает ей закипеть. Но самое удивительное, что в этой воде, наполненной сероводородом, тяжелыми металлами и различными ядовитыми веществами, процветает бурная жизнь. Вокруг них там жили, ну так сказать, относительно высокоразвитые животные, то есть беспозвоночные, но многоклеточные, которые жили и развивались в полной темноте, на очень больших глубинах. И при этом, значит, оказалось, что они являются собой особые биоцинозы, потому что в их клетках нет вот таких вот обычных пониманий, там типа вот кровь, там сосуды, а это все заменено там бактериальной жизнью, и бактерии приносят им питательные вещества. То есть это вот такой симбиоз, это вот действительно было фурором таким. Микроорганизмы способны жить в условиях экстремальных температур, чудовищного давления, вакуума, при полном отсутствии света и кислорода. Но и это не все. Есть и другие параметры очень важные, например, соленость. То есть если мы возьмем рассол и добавим в него, скажем, 500 грамм на литр соли, то получится такая очень вязкая, можно сказать, среда, которую пить, естественно, невозможно обычному человеку, но микроорганизмы и в этих условиях способны существовать. Мест, где можно искать новые формы жизни на планете, очень много. Но именно в Антарктиду сегодня пристально вглядываются ученые всего мира. Объектом их интереса стало подленное озеро Восток. Так уж случилось, что наша антарктическая станция, Восток, как раз оказалась над этим озером. А озеро почти целый Байкал. Огромный резервуар воды, миллионы лет назад запертый ледяным куполом Антарктиды. И вот пробившись туда, под лед, в это озеро Восток, есть надежда найти формы жизни, которые давно уже забыли о том, с чего они начинали. Они эволюционируют своим путем. Это жизнь, ушедшая в свободный полет от основной биосферы Земли. Озеро покоится под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Ученые предполагают, что площадь озера может достигать 16 квадратных километров, а глубина примерно 1200 метров. По самым скромным подсчетам, это озеро провело в ледяном заточении от 10 до 14 миллионов лет. Возраст Востока дает ученым надежду, что в его водах можно обнаружить такие формы жизни, о которых мы и не подозревали. Там должна была бы идти деградация разрушения, да, то есть должны бактерии были съедать сначала одно, потом другое, потом третье, потом друг друга. И в итоге, если не было бы подпитки никакими источниками энергии, того, из чего можно строить биомассу, из чего можно строить клетки, то все это должно было бы как-то уйти, ну, обнулиться, уйти в ноль, уйти в какие-то там очень простые формы, которые осуществляют очень энергонезатратный, энергоэкономный метаболизм. Исследователям уже удалось поднять на поверхность первые пробы. Это лед, который находился у самой поверхности акватории Востока. Но чтобы сделать окончательный вывод, какие именно организмы обитают в озере, бур придется опустить на самое дно. Ученые предполагают, что самые ценные образцы находятся именно там. Здесь очень велик риск совершить ошибку. В этой воде, в этом льду очень мало микроорганизмов. И если, скажем, произойдет какое-то случайное загрязнение вот этих проб, пробами, просто микроорганизмами с рабочего стола обычного, химического, то, конечно, оригинальная микрофлора у озера Востока, она будет совершенно задавлена. То есть это нужно проводить в очень чистых условиях. Но что бы они там ни обнаружили, работы на озере Восток сами по себе уже имеют высокую научную ценность. Это своего рода репетиции перед глобальными открытиями, уверены ученые. Исследуя озеро Восток и понимая, какие там условия внутри этого озера на глубине порядка 4 километров под толщей льда, мы можем понять, какие примерно условия могут быть на той же Европе или на том же Энцеладе. И вот поняв это, поняв, какие микроорганизмы, может быть, живут в озере Восток, благодаря каким реакциям они существуют, мы можем рассчитать, какие микроорганизмы существуют там. Ледяной спутник Юпитера и Европа уже очень давно привлекает астрономов и астробиологов. Несмотря на то, что спутник полностью покрыт льдом, ученые предполагают, что под поверхностью Европы есть жидкая вода, в которой могут быть признаки жизни. И косвенно мы почти уверены, очень много фактов в пользу этого, что под толстым ледяным слоем, толщиной километров 25-30, к сожалению, есть океан жидкой воды. Об этом говорят и расчеты, и наличие магнитного поля у Европы, а оно могло только в соленой воде сгенерироваться. И тот факт, что лед выглядит таким террасистым, потрескавшимся, очевидно, какая-то жидкая субстанция под ним есть. Конечно, чтобы создать технологию бурения на такое гигантское расстояние, еще и в условиях космоса, ученым может потребоваться очень много времени и средств. Но есть еще один объект в Солнечной системе, который богат жидкой водой, и его совсем не обязательно бурить. Это спутник Сатурна Энцелад. Энцелад. Внешне он не похож ни на Европу, ни на Луну. Это совсем крохотное тело, диаметром 500 километров, малышка такая. Но это такая маленькая копия Европы. Тоже ледяной панцирь. И когда космический аппарат подлетел к Энцеладу, выяснилось, что лед на нем потрескался, и в некоторых местах вода просто вылетает фонтанами из-подо льда. Такие гейзеры бьют на огромную высоту, в сотни километров. Даже частично эта вода в космическое пространство улетает. Сооружение космического аппарата, который смог бы приблизиться к Энцеладу и взять пробу из водяного столба, стало бы стартом для фундаментальных астробиологических исследований. Изучение воды с ледяных спутников планет и сравнение с земными пробами наконец помогло бы людям ответить на самый главный вопрос. Кто мы и откуда взялись? Ученые уверены, такое открытие неизбежно произойдет. Человечество очень медленно, но все же приближается к нему. Во всяком случае, впервые у людей появился хотя бы какой-то план действий в разгадке тайны жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok